За октябрь тверские медики, благодаря вертолетам санавиации, спасли 14 жизней. Сегодня этот экстренный способ госпитализации и транспортировки больных все более востребован. В каких случаях и при каких заболеваниях он требуется, выяснила наша съемочная группа. Поступает заявка от нашей медицины, санитарной авиации, место, куда надо будет эвакуирование больных. Анализируем погоду и выполняем вылет. Специалистам надо всего полчаса, чтобы полностью подготовить вертолет к вылету на место. Машина к работе готова, медики на борту. Вертолет отправляется на вызов. У этого пациента инфаркт, ему была необходима срочная госпитализация в областную больницу. При транспортировке жизни больного ничего не угрожало. На борту воздушного судна есть все необходимое медицинское оборудование, которое позволяет оказывать помощь прямо в небе. Оборудование на борту помогает оказать любую помощь практически, которая требуется нашим пациентам. То есть мониторинг жизненно-ванужных функций, искусственная вентиляция легких. Можно провести сердечно-легочную реанимацию. Всем пациентам с инфарктом проводится исследование. Коронарная ангиография, по результатам которой выполняется стентирование. А при отсутствии показаний назначается консервативное лечение. И все это, конечно, уже непосредственно в стенах больницы на месте. У нас очень большая область. И длительное время непосредственно транспортировки. А сама транспортировка оказывает влияние на состояние пациента, его утяжеляет. Поэтому вертолет сокращает это время непосредственно самой транспортировки пациента, как минимум вдвое. Большой, конечно, процент это инфарктов, потому что единственная медицинская организация, которая делает стентирование, там, коронарокардиографии, это областная клиническая больница. Поэтому из дальних районов, там, например, Нелидово, инфаркт в областную больницу доставить, конечно, однозначно вертолетом. Машиной далеко, долго. А больные требуют оперативного вмешательства. Но достаточное количество травм, ожогов, с которыми в районах доктора не справляются. Задача развивать санитарную авиацию в Тверской области, поставленная губернатором Игорем Рудене и Верхневожье, самый большой регион ЦФО. Поэтому вовремя оказанная медпомощь, это спасенные жизни пациентов из отдаленных районов региона. Только за 10 месяцев текущего года вертолеты санавиации совершили около 200 вылетов по региону. В областную больницу доставлены 218 пациентов, в том числе 24 ребенка. Отметим, что наибольшее количество вылетов пришлось на июль-август. За два месяца экипажи вертолетов Национальной службы санитарной авиации МЧС России с бригадами медиков отделения экстренной и плановой консультативной медпомощи областной больницы совершили 77 вылетов.